Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Вот и пролетели незаметно первые 7 дней после родов Оливии. Эта неделя прошла спокойно. Наши шпицы вели себя хорошо. Оливия примерная мама. Посмотрите, как она трепетно заботится о своих малышках. У щенков отличный аппетит и крепкий сон. Крохи еще не готовы к играм и веселью, но все у них впереди. Мама Оливия уже меньше проводит времени с девочками. Она не спит в коробке, но прибегает к своим дочкам по первому сигналу. А сигналят малявки нечасто, потому что молока и тепла им хватает. Во время кормления мы стараемся прикладывать щенков к разным соскам, чтобы избежать застоя молока. И не возникла у мамочки мастита. Неразработанные соски сестренки сосут неохотно и недолго, но попытка не пытка. А после кормления щенки крепко засыпают, во сне они подергиваются, что считается нормальным. Таким образом мышцы щенков растут. К концу первой недели девочки стали крупнее и тяжелее. Значит, молоко мамы идет им на пользу. Ограничивать щенков в приеме пищи мы пока не можем. Да и не нужно этого делать сейчас. Пусть растут. Они в любом случае возьмут свой рост, вес, типаж и так далее. Нам остается только заботиться о малышках и следить за их развитием. А вот мама Оливия после посещения ветеринара сейчас находится на диете. Взвешивание выявило полкилограмма лишнего веса. Поэтому мы кормим Оливию 3 раза в день. Порция корма составляет примерно 15 грамм сухого корма. Гранулы замачиваем в теплой кипяченой воде на 10-15 минут. И даем кормящей мамочке. Кормим с руки. К сожалению, по-другому капризная Оливия есть отказывается. Но ничего, скоро ситуация изменится, потому что подрастают конкуренты. А в дружной компании, как говорится, одним местом не щелкают. Это мы уже проходили. Оливия не голодает, потому что периодически получает от нас лакомство за поход в туалет на пеленку. Уж так у нас повелось, и наша девчонка эту традицию менять не собирается. Еще ей даем мультивитамины топ-10 по рекомендации ветеринара. Сейчас зима, и в нашей квартире очень сухой воздух от батарей. Поэтому мы включаем увлажнитель воздуха, чтобы исправить ситуацию. Это помогает. Сейчас влажность воздуха в норме. В прошлом году, в первые дни после родов, Оливия не подпускала нас с коробки и вела себя агрессивно. Чего не скажешь в этот раз. Как вы видите, мы беспрепятственно берем и гладим щенков. Правда, иногда Оливия рычит в качестве предупреждения. Но нас это не пугает. Щенки подрастают, и внешне и по весу почти не отличаются друг от друга. Ниточка нашей старшей сестры помогает нам ориентироваться. Продолжаю следить за Оливией, которая в этом году линяет раньше обычного. Посмотрите, сколько пуха. Раз в неделю подстригаю ей когти. Это самая нелюбимая процедура для Ольки. Ежедневно протираю животик и обрабатываю послеоперационный шов. Такой была неделя. По-моему, я ничего не пропустила. Обо всем, что осталось за кадром, читайте на нашем сайте шпиц42.ру в разделе «Помет 2019». Подписывайтесь на нас в соцсетях. Все ссылки в описании. Очень много вопросов задают в соцсетях по поводу содержания шпица. Если вы хотите, то можно провести прямой эфир, где я отвечу на все ваши вопросы. В конце видео будет опросник. По вашим ответам я пойму, нужен он или нет. Отдельное спасибо хочу сказать моим преданным поклонникам, которые из видео в видео ставят дизлайки. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Малышки растут, и впереди только интересное. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok